Дмитрий Медведев объявил выговор главе компании Автодор Сергею Кельбуху. Об этом говорится в распоряжении правительства. Выговор объявлен за, цитирую, ненадлежащее исполнение возложенных на него обязанностей. У нас в студии сегодня Алексей Безбородов, генеральный директор исследовательского агентства Инфра-Ньюз. Алексей Алексеевич, приветствую вас, благодаря за то, что приехали. Казалось бы, что выговоры и выговоры, мало ли, но в связи с недавно открывшимися возможностями в этом сегменте, нам показалось это интересно. Вот вы, как считаете, Кельбух получил выговор за что в вашей версии? Версия за то, что у него очень медленно идут дела. На самом деле рассчитывалось все на значительно более быструю реализацию всех проектов. И Москва, и ЦКАД, и масса других проектов, которые должны были быть. Они сейчас обрамлены красотой пиаровской, достаточно большой. Все красиво, все неплохо. В общем, то, что построены, работа, и дай бог. Но недостаточно быстро. Значительно, то есть очень серьезное отставание от ожиданий. Я не думаю, что... От ожиданий или от намечения? От ожиданий. От сроков небольшие отставания, стандартные, там, российские отставания, может быть, полгода, где-то год, где-то полгода. Что это за веки такие ожидания? Хотелось чего-то большого. Хотелось, как в Китае. Но денег не очень много, да. Кельбуха поставили, Кельбух побежал что-то делать. Более-менее получается на некоторых направлениях. Но все равно мы видим ситуацию очень простую. Даже простая трасса Москва-Питер, там не налажено до сих пор взымания денег. Соответственно, у него уже в следующем году будет вопрос от счетной палаты, а где деньги за платную дорогу? А деньги пока не взымаются. И не потому, что они сейчас делают маркетинговый подарок, как бы, как они говорят. На самом деле, они просто ничего не наладили. Я проехал уже четыре раза туда-обратно. А деньги будет собрать Автодор? Ну, Автодор, естественно. Конституционный сбор он там должен поставить. А у него там ничего не налажено. Там и проводки болтаются. Просто еще ничего не сделали. Вот и все. Поэтому вот и нагоняй получил. Ну и плюс есть определенные вопросы у ФАСа, есть определенные вопросы у счетной палаты. До этого сейчас дойдем. А вот нам информация, которая поступила чуть ранее, мы пытались ее привязать к сегодняшней. Претензии к Автодору именно сейчас могут быть связаны с тем, что в строительство дорог придут участники. Условия в рамках государственного частного партнерства сейчас достаточно... Конечно, их много. Просто я-то подозреваю, что часть тех, кто уже участвовал, несколько ослабли по деньгам. Именно по финансовым своим возможностям, по материальным возможностям, по способности гарантировать будущую стройку. И начинается перераспределение рынка. Потому что пирог остается. Государство все равно будет инвестировать в это строительство. И этот пирог остается. Но он просто будет перераспределяться, мне кажется. Потому что, согласно счетной палате, 85% государственных деньги и инвестиций, как таковых частных, там очень немного. Поэтому пока говорить о приходе как таковом, только о подрядчиках мы говорим. И перераспределение идет среди подрядчиков. И ЦКАД, как я понимаю, наибольший на сегодняшний день вопрос среди будущих боев подрядчиков. Вот как-то так. Ну да, вот вы говорили ФАС. Действительно, ФАС в начале прошлой недели заинтересовалась конкурсами Автодора за три года. Он подозревает антиконкурентные даже соглашения на 40-50 миллиардов рублей. А ЦКАД в первую очередь говорит, вот куда это выруливает все? Так вот, это и выруливает на перераспределение всех контрактов по ЦКАДу. А ЦКАД на сегодняшний день, если не брать Москва-Питер, это самый большой проект. Мало того, он самый жирный с точки зрения земли, по которой он проходит. Он самый жирный с точки зрения всех сервитутов, которые там происходят. Всех распределений земель, которые вдоль ЦКАДа будут распределяться все тем же Автодором в рамках консессионных соглашений. И это самый большой и самый жирный кусок из всех. Потому что все-таки, как ни крути, по трассе Москва-Питер там земли ценные, ну прямо очень сильно ценные. Для складов, для жилья, еще для чего-то. Ее не очень много. Да, там на заправке распределят и еще на что-нибудь. Там маленькие мотельчики. А ЦКАД это ЦКАД. Это уже как бы подмосковная земля, серьезная стоимость. И там будет бой. На стоимость никак не отразится? А стоимость у нас, как ни крути, у нас стоимость все равно всегда растет. Вот это удивительное явление. Какая бы война, какие бы поводы не были, да, что у вас очень дорого, мы сделаем дешевле. Или еще как-то, все равно стоимость будет расти. Все равно они выходят. Что Автодор, что Росавтодор, их коллеги. Они все равно выходят за сметы. Где в полтора раза, где в два раза, где на 50, ой, на 30 процентов. Все равно выходят. Всему виной там масса проблем. Но все равно у нас советское наследие до сих пор тянется. Интересно, да. Давайте, Аллы Ковстроков. Вот когда полтора года назад счетная палата нашла завышение стоимости участка трассы Москва-Петербург на 6,5 миллиардов рублей. Автодор заявил тогда, что все хорошо, трасса столько и стоит. Вот что, 300 миллиардов? Нет, не стоит. На самом деле, реальность такова, что наши советские реалии исказили мозг всем. Все общаются друг с другом вот в этих ценах, в этих параметрах цен. И всегда забывают говорить там. Про Америку даже не говорим. Говорим сегодня там про Китай, там с его гигантским строительством. Говорим про Европу, которая вот такая вот вся вот устроенная уже, да, вся утоптанная. Но при этом там стоимость дороги все равно дешевле почему-то получается. Начинают выходить всякие критики. Я слышал, я объясняю, что материалы, материалы для строительства дорог приходят завозить. Возить с больших расстояний. У нас... Граб... Щебень, песок. Это все история, опять же, в пользу бедных. Потому что, да, у нас мы в Сочи возили с карельских карьеров. Мы там на Москву возим с уральских карьеров гравий, песок. Это все на самом деле сегодняшние современные технологии. У тебя должен быть нормальный бетон, нормальный асфальт. И который, собственно говоря, выпускается совсем не... Ну, это не природное, да. Это то, что делается на заводах. И ты должен, соблюдая технологию, современную технологию... Ну, щебень-то нужен, песок нужен? Щебень нужен, песок нужен. Но для этого нужна просто дробилка в месте стройки, да. Ты не можешь жаловаться, что у тебя там щебень не тот. Щебень, он везде одинаковый. Это кремний. Да, ты его просто качественной дробилкой. Правильно. Приходится везти за 300 километров. Везде есть карьеры. Под Москвой, куда ни поедете, везде где-нибудь карьер заброшенный, не заброшенный. Просто это вопрос. На самом деле щебень и песок это самые коррумпированные, ужасные вещи. То есть туда даже влазить страшно. С точки зрения и логистики, и с точки зрения стоимости. Вот, честно говоря, страшно залазить в эти вещи. Потому что там самое... Вот это начало источника коррупции. И потом просто постепенно, постепенно он нарастает. Вопрос тут не к Кельбаху. Кельбах этого естественного не видит. Ему это неинтересно. Это там где-то за пятью контрактами, конечно. Это за пятью контрактами где-то все происходит. До него это естественно не доходит. Я его тут ни в коем случае не обвиняю в коррупции. Но где-то внизу, да, там на уровне закупок первоначально... Вот никак это не поломать, да? Поменять СНИПы, заставить всех внедрить в современные технологии и... И через некоторое время все вернется на круги своя. Вопрос, вопрос на самом деле... Может, мы такие? Нет, вопрос на самом деле. Вы же сколько говорили о жизненном цикле дороги? Сколько говорили? Ничего не меняется. У нас, как в Москве, каждый год Ленинский проспект перестилают. Одни и те же компании. Ну, надо просто один раз венесуэльским битумом закатать и все. Да, хоть... Поним, в чем дело? Если им надо закатывать, они снимают и качественный Ленинский проспект, и качественный этот самый... Развязку на Лобяна с Ленинградкой как делали, так и делают, так и продолжают строить уже который год. И так далее. Это же процесс. Пока люди в этом процессе будут заинтересованы, пока их не будут. Извините, да, Китай производит там миллиарды тонн цемента, всю страну закатывает в цемент, в асфальт, и людей параллельно. Я не призываю к расстрелам, да. Я призываю к тому, чтобы цемент был там, условно говоря, 500-й, а не как у нас, 100-150-й, да. И чтобы его нормально клали на дорогу. Нормально, чтобы его каждый год не переделывать. Опять же, поломать можно, но на все нужна политическая банка. Да, 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 да. Василий Васильевич, может быть, она когда-нибудь на нас? Надеемся. Спустится на нас она когда-нибудь. Всегда рада вас видеть, мы с вашего позволения.